МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночные проверания в Менском метро. Проездные упадемцы спрашивают милиции. Шарговые дроны Камикадзе типа шагат в белорусской поветранной просторы. По воде телеграм-каналу белорусских АЮН за сегодня аж но два беспилотные аппараты здействовали пролет прознашую территорию. Агулам же за опошние 500 дня у зафиксованы 4 выпадки порушения шагатом белорусской поветранной мяжи. Официйные реакции на гэтэ пролеты по кульняма. Ситуацию коментуя войсковый эксперт з Украины Дмитро Снегироу. Основная задача российской стороны спровоцировать украинскую сторону на огонь. И желательно на территории Республики Беларусь. И таким образом вызвать цепную реакцию. Последние заявления вашего президента, но самопровозглашенного, о том, что, соответственно, Республика Беларусь идет на деэскалацию, отводит войска от границы. Это два дня назад. И посмотрите на резкое увеличение количества так называемых пролетов, ну либо, скажем так, нарушения воздушного пространства Украины шагатами со стороны Республики Беларусь. Совпадение. Как говорит печально известный российский ведущий, не думаю. Принамси шастера загинулых, серод их двое детей. Травмованные еще 15 особоу. Такий выник непогадзи, что пронеслась по Беларуси на выходных. До смерти удайшло у столицы, на Менщине, на Велейском водосхове, Шелевевске, Кучки, у Могилевским и Речицким районе, а так само у Светлогорску. Ураган на полтора дня перепынил вода и электрозабеспечения у Мазыры. Сегодня жихары городу стояли в гигантских чергах, как заразить телефоны и набрать воды. Поводля у докладненных известок от Министерства надзвычанных ситуаций, а днепогадзи потерпела амаль 600 поселища у 33 районах краины. Амаль у 2000 поселища отключалась электричность. У одновлений энергозабеспечения удельничали больше за 200 аварийных бригадов. Господа, с нами на связи Сергей Бесарап, науковый журналіст и футуролог, науковец. Господа, Сергей, приветствую вас. Вот когда мы говорим про то, что происходит в Беларуси, выник непогадзи на выходных, при нам 6 загинулых от урагана. И непогадзи, почему в уголе стихия обрынулась на нашу краину? Ну, потому что, по-перше, Беларусь – это не некая изолеванная экосистема у вакууме, это частка света, частка нашей планеты Земля. А для метрологичных взял, геологичных, изменных геологичных эпох планеты Земля, нет разницы, какие мы же усталевали люди. Поэтому, Беларусь – это частка континенту евразияцкого, тому, как бы, все изменения, температурные, климатичные, метрологичные, которые отбываются у нас на континенте, и уголам на планете Земля, как бы, они датычны и Беларуси. И тем не менее, когда мы видим эти виды из Беларуси, когда мы слышим слово «ураган», это такое чувство, что это некая страшная новина из других континентов, кали ад такога моцнага ветру гинус людзи, кали небеспечна знаходзица на улице, небеспечна знаходзица у леса. На вашу думку, ци в Беларуси будзе с кожным годом далей больш такого экстремального надворья, что нас может чекать? Ну так, безумовно, надворья будзе становиться все больш и больш экстремальным. Будзе, як бы вам так сказать, будзе повеличвацца климатычная контрастность. Климатычная контрастность. Тепловые хвалі, вельми моцные стеки, яны будзе вельми резко змяняться, скажам так, моцными апатками, апатками велизной интенсивности и холода. То бы будзе змяняться, по-перше, температурная амплитуда, а по-другое, размиркованне, минавито, унутригадавое размиркованне колькости апатков. Я бы в этом сэнсе, ну, можно сказать, что добра, что колькость апатков не змейнится, то бы, як пустыні, в Беларусі не з'явецца. Але, минавито, их размиркованне апатков и стекол, яно, конечно, будет становиться все больш жорстким и все больш контрастным. Ну, треба до гэтага призвучаеваться. Просто зараз мы находимся на першапачатковом этапе климатычных змян, калі гэтае змены, яны, так бы казаць, становятся видавочны усім, а не толькі навуковцам, адмысловцам, метеорологам і климатологам. Тобак зараз любый, навыць, случайный чалавек, можа заувачыць, што с климатом робіцца нешта не тоя. И гэта самый пачатак. Тобак тое, што нам падаецца страшэнным зараз, гэта ешчэ толькі самый-самый пачатак. Ближэйшэ два-тры дзесяці годзі, гэсцэ будзя ўсё мацнэй, мацнэй, я бы частей назірацца будзут такія зявы, і мы будзем сціта кульмінацій климатичных змян. Тому, я бы, зараз толькі пачатак. Гучыць так, нібыць, вы нас трошкі палохаецца, тым, што все можа быць толькі горш, але разам з тым, пра якую кульмінацію вы кажацца, што вы маецць на уваззе, до чого дойдусь гэта ззмэны? Ну, асабліва, напэвна, на прикладзі Беларусі не вельмі так видавочна, тому, што найбольш ад кліматычных змян будзуць пакутваць, напэвна, дзержавы, які знаходзацца ў океані. Постравныя, вось, гэта невелікэ дзержавы, які будзуць пакутваць і ад тайфунаў, і ад тарнадо, і ад павышэння узровня вады, тобок, многіе науковцы сходзацца ў тым, што многіе дзержавы знікнуць в ближайшы 10 годзі. В Беларусі ў гэтым сэнсі пацчастіла, што ў нас, як бы, нема буйного мора, нема выходу до океана, але ўся ровна, ўся ровна, канешны, ад запавэтранык мас з океана, будзуць наззірацца розныя, скажам так, непрыемная метролахічна з'явы. Вось, ну, наксталту гася з гэтых градав, торнадо і пур. Найбольшся напавна видавочная будзе, канешна, уззззззазззаззаза на людзей, каму што тепловые ахвалі, гу зараз сами напавна наззззаззазззаззазз, як узззззззаззазззаззазззаззазззаззажзав, габы, наволі протяглая на наш риігён, Это и Польша, и Беларусь. И самое цикавое, что в последние 50 лет мы не жили у таких умов. И все нормативные, все нормы, будавние, например, нормы, которые используются при проектовании городов, они не были различными на вид на это. И осадливалось той Менск, ну, еще, ладно, там, Варшава, например, цитая ж Немеччина, где вельми с павагой относится до своей зеленины, зеленины шмат, поглядите на Менск. Люди просто покутают, коли целый проспект, целая площадь, там нема ни одного маленького зеленого острова, где человек мог бы схаваться в тень. Тобок, это порушение, за то, что нормативы, будавничные, не были различные на глобальное потепление, сейчас покутают люди. И это будет все мощнее и мощнее, как бы, зауважно. Ну, да речи, то же самое дотичится и опадков, вот этих опадков, бур, которые так же уделяют на те будинки некие, инфраструктуру, которая не подрыхтована нормативно. Господа Сергей, на конце нашей разговоры, мы бачим, что, литерально, каждое лето навыковцы стверждают, что оно наигарочайшее, в сравнении с минулыми годами. Вот селета так само уже фиксуются температуры, яких ранее у нас не бачили на нашей разиме. Цей можно сделать такую резкую выснову, что у Логоля Беларусь мігрует в некую иншую климатичную зону? Ну, безумовно. И это, да речи, про это казали, навык, беларусские климатологи, скажем так, ранее, когда эти климатологи еще не пазъезжали все у иншой краины с падтиску, я нымусь так само казали, что потребно готовиться до того, что Беларусь перемещается, скажем так, у больше тропичный климат. Больше тропичный климат. И становится подобное в этом сенсе действие на Турцию. В ближайшие 50 год, ну, я вот чу такое меркование про то, что в ближайшие 50 год мы станем, Беларусь станет як Турция. Гэта будя выражаться, ось про тое, что я казал, будя выражаться у высокой контрастности, то бок резкая спека, потом вельми интенсивные опадки с бурами, ну, як тропичный климат. З одного боку, гэта, конечно, неприемна, а для з иншага, ну, весь верагодна, что можно будет избирать по два урожаи у год, например, и будут расті тая садовина и гародина, якая расті минавита квитнее, буйнее, там, неверагодна у тропичным климате. Гэта будя досяжна и в Беларуси. Ну, и зараз, ось, мае слово, подтверждать, например, агротехники досвеченные беларуские, про тое, что, калі одразу у нас было три агроклиматичных зоны, то бок это пауночная, умовно центральная и паутневая, то зараз уже две их стала, и гэта бось пауночная климатичная зона, якая, например, у часы моего дядьства доходила до Менску, и она зараз, амаль, полностью зникла. И, ну, климат стал намного теплейший, з одного боку, гэта добра для выросшивания рослин, але з іншого, як бы, повеличивается верагоднасця пустыньвання, и вось повдень беларуский, гэта уже, як бы, звыш повдень, назовем яго так, становиться звыш повднем, гэльми видавочна пустыньвання, и простая интенсивность пыловых бур, про гэта я шмат разоказав, у тэм цэнсі, што там ша забруджаная территория, и змены климату повялічваюць мяновіта колькась пыловых бур, и гэта уздзянечая на міграцию радуных лидов. То бок, вельми шмат, ось, такиха каличнастей, змена климата йось, и она, як бы, подтвержена, и она будзят толькі пошираться, и зараз нам самый час... Сергей, дякую великі вам за гэтую размову, узнамі на сувізі был навуковый журналіст, футуролах Сергей Бесарабов. 56 лауреатов Нобелівськой прэмії закликали Лукашэнку і Організацію Об'єднаных націй підтримаць правядзення усіагульной політичной амністы у Білорусі і почаць новы етап у гісторії країны. Сарод підписантаў – Нобелівськая лауреатка Святлана Алексеєвич. Другі білорусскі-нобелівські лауреат, правооборонца Олесь Беляцкі, адбываю пакарання – 10 гадоў колонії узмосненага рэжыму. Гіншэя навіны ў нашым аглядзе. У Беларусі пасля 2020 гада арештавалі божь за 5 тисячаў чалавек токі паводля аднагод – 342-го крымінальнага артыкулу. Такі язвецкі падае правообороншы Центр Вясна. Першы прэсут за організацію і рыхтавання дзеянню, што груба порушаюць громадскі парады, кальбо актыўна ўделу іх, вынеслі 30 га листапада 2020 га ў Мазыры. С таго часу ўсярыднім кожны працовны дзень паводля народнага артыкулу судзець шастёх беларусов. На 75 гадзе жыцця памёр славуты беларускі брамнік Міхаіл Вергеенка, павідамляе Беларускай федерація футболу. С 1991 га да 1994 га спартовец был галавным трэнэрам Менскага Дынама, якое двойче становілася чемпіоном Беларусі. А крамя таго Вергеенка узначальваў сборную Беларусі, а таксама был намеснікам старшыні Беларускай федерація футболу. Немецкае выдання Бильт стверджае, што Віктор Орбан закликаў ёуразвяз правецці пірамувы з Китаем прамірную конферэнцію аб Украіне і адновіць стасунки з Расеей. Прапановы прэмір-міністр Вугоршчыны сформулявал па выніках паездкі ва Украіну, Расею, Китай і злучаные штаты. Адначасова 63 депутаты Європарламенту патрабуюць ад кэравніцтва Євразвязу пазбавіць в Угоршчыну права голосу праздзеянні Орбана. Паводля підписантаў ЙОН, цытата, ўже нанёс значныя страты злоўжываючу ролі Україны, старшыніў радзі Євразвязу. Ранее юрыдычная служба Євразвязу пастанавіла, што пірамовы Орбана з Путіным супярэчаць дамовам аб'єднанай Європы. У программе дзержавных телеканалов на наступны тыдзінь нема трансляцыў з Олимпіяды ў Парыжы. У пятніцу 26 ліпénя пройдзі церемонія открытця Олимпіўскіх гульняў. На наступны дзень стартуўя с паворніцкая программа. Не пакажуть Олимпіяды і ў Расайі. Межнародный Олимпіжкі комітэт не залучыў Беларусі і Расайі улік ёурапейскіх трансляторуў. Медыў правы на паказ С гульнив на территории европейских краин отримали европейский трансляционный звезд и компания Warner Brothers Discovery. У Менску милиция проверяет, кто на чей ездит у метро, а вот для льготных школьных проездных. Часом у подземцы они спрацовывают ближе до полночи. Специальные карты для бесплатного проезда у громадским транспорта, некоторым категориям Менчуков выдали летость у вересни. Теперь милиция переглядила записи с камерой видеоназирания и по всех выявленных фактах незаконного проезда началось проверание. Республиканская партия номиновала Доналда Трампа кандидатом на президента США. Айон у свою чергу вызначился с кандидатом на вице-президента. Им станет 39-годовый сенатор от штату Агайо Джеймс Дэвид Венс. Джеймс Дэвид Венс служил у корпусе морской пехоты, скончил университет со специальностью политология и философия, а так само Йеловскую школу права. Працывал адвокатом. С 2022 года сенатор Венс написал мемуары, які стали у Злучених Штатах бестселлером. Джеймс Дэвид Венс выступая супраць абортов и означая, что шлюб может быть стольки помеж одной женщиной и одним мужчинам. Политик неодноразово критиковал американскую войсковую допомогу Украине и закликау с пынисьяе. Ранее Венс крытыковал и Трампа, нават парауновывал яго с Гитлером. Але не узабаве змянил риторику и стал прыхильником экс-президента. Господа, гость нашей программы Сергей Навумчик, депутат незалежности, политик и публицист. Господа, Сергей, вітаю вас. Вітаю. Ну, я одразу скажу, что я все ж таки был прыхильником вылучэння от республиканской парты Ники Хейли, не Трампа, а Ники Хейли. Нагадаю, гэта была губернаторка штата Павдневая Каролина и была представницей США в ОАН. Ёй 52 годы. Яна этничная индийка, яна мае редкая для американской политики, для американской эстэблишменту сполучэння в опыту и международной дзейнасці, и керавання вось непасрэдна регионам, штатам. Ну, отрымалася, что вылучэнный Трамп, я спадзявася так сама, что Ён Аберэн Хейли, темболь, что были звездки, что он ее запрасил в нас езд республиканской парты, але вот гэта га не отрымалася. Ну, я выказываю власне расчарыванне, але уже, как вось, по кольке выступаю в дядзенном программе, как политичный, скажем так, а глядальник, аналитик, я мушу сказать, что на мой погляд, когда я анализовас, спрабывас анализовас мативы Трампа, я тут бачу два момента. Один момент субъективный, другий момент не субъективный, а объективный. Калі казаць про субъективный момент, то гэта безумовна, Трамп апэрався на прэоритет асабистай адданасті. Для аго вельмі важна, каб віце-президент был яму асабиста адданы, не толькі, каб ён падзеляў палітычну ягоную программу і платформу, але был адданы палітычна, аддана асабиста, тымболь, што ў Трампа ёсць сумный досвід з віце-президентом Пэнсэм, які тады вось не падтрымав яго ў гэта ситуація вакул нападу на Капітолі ў апошні дні президентства Трампа. Якраз такі вось вэнс выглядая, што ён якраз такі чылавек, які будзе адданы Трампу асабістам. Прі тым, што ў свой час ён Трампа не падтрымляў. Большта, господар, Сергей, дазвольця, на мовын толькі згадаю, што вельмі рэскак прытыкаваў Трампа с такімі вострымі параўнаннямі, нават называў ёго амерыканскім Гитлэрам некалькі гадоў таму. Так, так, так. Такое безумовно было, макшыма, мы крыху вернімся да гэтага епізода, пазній, але, калі гаваріць пра момент абіктывны, то тут безпрэчна адыграла ролю, адыграла ролю тое, што Вэнц был адным са спонсарам, нават маю на базі плитычным спонсарам, ата назначаю ініціаторам вылучэння законопраекта адносна, ну, калі так сказаць такой простай мовы, абрубання абрубання празмерных апітытыў Китая на амерканскім рынку, і не толькі на экономічным, але і на палітычным, і не толькі амерканскім, а і па усім свіце, словам, ён займае такою Вэнц, займае такою анты китайскую палітыку, пазыцю, і гэта істотна, калі мы будзім глядзець на большую прэспіктыву, чым, скажам, навад чатыры гады, будучы чатыры гады, цягам яких, скажам, Йон Буззі, віце-президентам, то в выпытку, канешна, калі пераможы Трамп, гэта прэспіктыва, скажам, на ближайшы 15-25, гадова, то і боля. Я маю на увазі, абсалютно ўжо зараз безпрэчнае, выдавочнае, супрацтаяніем злучыных штатів Амерыки і Кятая. Яно ўжо давно ідзе в экономічной сферы, яно ідзе в палітычной сферы, і выглядае, што можа быць і ў сферы ваэнной. Я не як мэсіцца два назады шча казав, што вось на гэтых выбарах, як можа быць за апошні там 50-гадовні і мэакіх іншых, вельмі важна, хто будзе кандэдатамі ў віце-презэдэнта, як з боку дэмакратов, так і з боку республіканців з розных прэчынав. Ну, бо што за угодна можа здараць з тым, хто выконывай абавязкі прэзэдэнта, я маю на увазі, з дзейным прэзэдэнтам, пачынаюч ад імпічмента, скончываючы, ну, калі Бог для сабе прэбяре, людзі яны ўжо далёк і не маладыя, і таму важна, хто зоймі заступіцца на гэтого пасаду, калі, скажым, прэзэдэнт не зможе з тых ці іншых прэчыну выконывайць свай абавязкі, альбо просто памре, прабачыцца за слова. Дык, вось, ў гэтым сэнці, я думаю, што якраз такі, вось, я не назвав бы выбар Трампа ідеальным з причыны адсутнаці ў вэнса реальнага вопыту кэравання, які, скажым, мая та ж самая Нікі Хэйлі, і занадто малдагу зросту, 39 годов. Тут уже я скажу, пробачьте, як Беларус, у нас у беларусов есть сумный досвид обранье президентом человек у 39 годов. Но все ж таки зарано, хотя бы годов 50. Вот 50 годов, я думаю, нормальный таки термин. Узрослый. Спадар Сергей, я еще хотел бы задать пытание, но стаменавито, имоверного вертання Дональда Трампа у Белый дом. На вашу думку, цих это может неяк зменить политику американскую дочинение до Беларуси и вогуле неяк поплывас на Беларусь? Так, я думаю, что вы взгляды стрел, який отбывся замах, и он истотно повеличил шансы Трампа на обранье президентом. Истотно повеличил. Может быть, я згоден с теми, кто каже, что это не стопроцентовые гаранты, но стопроцентовые гаранты никто не дает, только Господь Бог может дать. Но шансы повеличены истопны, тем больше, когда демократы не сделают замену Байдену. Но в целом, я снова вернусь к теме Китая. Америка и тычется не только республиканская партия, а демократичная, и на первую, как раз таки, демократичная, и на первую, как раз таки, демократичная партия, став на керунгам номер один. И тема, скажем, войны России с Украины, и вогули европейской ситуации, а тем больше Беларуси, она просто доходить на некие другие, третьи, четверты, пятые планы. Вот в этом контексте мы и павинны глядзеть, и павинны прогнозаваць, что можа быць у дачыненні до Беларуси. Як той паэт казав, что чым больш цікавая рычаиснасть для историков, тем больше она сумная для сучаснеков, для тых, кто им живе. Але якраз таки, вот мы зараз находимся у той кропцы, калі политика цікавая, вельмі непрэдказальна, і будучыня зараз і сусветна, і беларускай вельмі непрэдказальна. Спатра Сергея, велікі вам дзякуя за гэтую размову. З нами на сувізі был Сергей Навумчык, депутат незалежнаці, намеснік старшыні Рады БНР, палітак і публіцыст. І вертаємся до темы надвор'я. Усь пякоту, адна з найбольшых праблемаў дікіх птушак і живеолінаў, адсутність води. Экологи раять робить у дворах адмысловыя паилки і изменять у їх воду. Так само у воду треба покласть палку альбокамень, каб маленькі живеоліна і птушки могли выбраться з паилки. А вось, як з допомогаў людей купаўцца великая птушка. Давайте поназираем без комментара. Пицьки хочето? Глянь! Глянь, кула! Чисть! Дуренька! Давай! Жарко ему. Заюшка Пицьки хочето? Глянь, кула! Ой, падавіўся! На, на, на! Давай, я ця палью. Блин, нравится ему! На гэтым ставім кропку. Для вас працаваў Вітаў Цілчык. Добрага вечара! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова